Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами собрались для того, чтобы поговорить о некоторых вопросах, которые эффективно можно решить, объединяя наши усилия для администрации и правительства, Центрального банка. Речь пойдёт о доступе на рынки зарубежных стран, о поддержке нашего экспорта и о механизмах проектного финансирования. Но прежде чем мы начнём работать по основным вопросам, ради которых собрались, позволю себе несколько замечаний и просьбу хочу изложить правительству. Первое касается наших непростых переговоров с украинскими партнёрами по энергетике. Сейчас и министр правительства, министр энергетики Новак Александр Валентинович, и руководитель «Газпрома» встречаются с украинскими партнёрами при посредничестве еврокомиссара господина Эттингера. «Газпром» предложил украинским партнёрам точно такие же условия, которые имело правительство Виктора Фёдоровича Януковича. Скидка с контрактной цены в 100 долларов, конечная цена 385 долларов за тысячу кубов. Обращаю внимание на то, что соседние страны получают газ, в частности Польша, некоторые другие, по более высокой цене. При таком же механизме обеспечения этого ценового показателя, а именно сокращение вывозной таможенной пошлины на газ. Точно такой же механизм использовался, и повторяю, в решении этого вопроса с правительством Януковича Виктора Фёдоровича. Есть, насколько мы слышим, озабоченность украинских партнёров по поводу того, что эта льгота в одностороннем порядке может быть легко принята и легко отменена. Мы так никогда не делали. Мы всегда демонстрировали предельную надёжность наших договорённостей. Вместе с тем я просил бы правительства, председателя правительства, подумать над вопросом о том, как можно было бы на уровне правительства Российской Федерации либо по договорённости с правительством Украины зафиксировать эти условия и сделать их абсолютно надёжными и не меняющимися на протяжении определённого времени по договорённости. Судя по отдельной информации, которая к нам сегодня поступает от договаривающих со сторон, дело даже не в этих механизмах, а дело в том, что украинским партнёрам вроде как мало этих скидок. Они претендуют на большее, правда, не очень понятно, на каком основании. Но если это так, то, судя по всему, дело сознательно заводится в тупик. Я уже обращался неоднократно к нашим европейским партнёрам с просьбой сопровождать этот переговорный процесс. Мы его ведём абсолютно открыто, прозрачно, максимально. Я считаю, что наши предложения более чем партнёрские, направленные на то, чтобы поддержать украинскую экономику в достаточно сложное для неё время, помочь. Но если наши предложения будут отвергнуты, значит, мы перейдём совершенно в другую стадию. Это не наш выбор, мы этого не хотим. Но если так, то тогда будем жить в другом измерении. Дмитрий Анатольевич, я попросил бы вас иметь это в виду, так как мы и договаривались выстроить дальнейшую работу. Мы, естественно, так и поступим. Подготовим для наших украинских партнёров такие предложения по линии правительства, которые будут означать долгосрочный характер предоставляемых скидок. Несмотря на то, что вообще-то эти скидки в довольно сложном финансовом положении, в котором находится и наша экономика, для нас имеют определённый счёт и достаточно болезненны. Но ради того, чтобы всё-таки поддержать наших украинских партнёров, экономика которых находится в очень непростом положении, мы готовы пойти и на это, так как вы поручаете сделать. При этом, конечно, нашим украинским партнёрам в правительстве нужно не о ловушках рассуждать, которые Россия расставляет, а помнить о том, что есть непогашенная задолженность за газ, которая в любой момент может превратиться в предварительную форму оплаты. А это уже будет, как вы справедливо абсолютно сказали, совершенно другой стадией наших газовых отношений. Договорились. Вообще ситуация, конечно, странноватая, потому что есть контракт, он действует, подписан давно, подписан теми же людьми, которые сегодня в правительстве работают. На каком-то этапе почему-то вдруг решили от него отказаться. Странно, но факт. Будем работать, посмотрим и с целью поддержки экономики Украины, ну и, если уж по-честному сказать, чтобы и клиента не потерять, тоже это важно. Поэтому мы готовы действовать так, как предлагаем партнёрам, действовать открыто, честно, предельно прозрачно. И, судя по всему, есть понимание справедливости нашей позиции и у ряда европейских партнёров. Ну, посмотрим, как закончатся эти переговоры сегодня, завтра, в ближайшее время. Мы договорились о том, что не будем вводить предоплату до 16 июня текущего года, то есть до понедельника. Что касается некоторых текущих вопросов, как вы знаете, я вчера встречался с представителями интернет-индустрии и должен сказать, что встреча была очень интересной и содержательной. Представители бизнеса выступили с рядом конкретных предложений, направленных на совершенствование договорно-правовой базы в этой области. Речь идёт о том, как сделать этот бизнес более эффективным. Сформулированы конкретные предложения, касающиеся и опционных договоров, и конвертируемых займов и так далее, и так далее, в том числе предложения даже по изменению некоторых статей и дополнения в Гражданский кодекс, другие законы. Речь шла о том, чтобы в одинаковые условия поставить и некоторый бизнес в интернете по сравнению с их зарубежными коллегами и конкурентами. Мы всё это обобщим, и я прошу правительства проработать все эти предложения. Они конкретные и, на мой взгляд, весьма полезные. Вы знаете, что вчера мы занимались тоже и проблемами, связанными с чрезвычайной ситуацией в Южной Сибири. В этой связи хотел бы послушать сегодня Голику Татьяну Алексеевну о результатах проверки механизмов выдачи и использования жилищных сертификатов за 2012-2013 годы. Знаю, что там есть и проблемы, на которые нам нужно будет обратить внимание. Мне, пожалуйста, Татьяна Алексеевна.